Сильные, смелые и бесстрашные. В глазах всего мира первые космонавты-герои с большой буквы. Они рисковали своей жизнью ради науки. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. А через несколько лет, 18 марта 1965 года, человек впервые вышел в открытый космос. В этой миссии приняли участие Павел Беляев, он был командиром корабля, и Алексей Леонов, второй пилот, который впервые покинул пределы корабля в открытом космосе. Подготовка к ощущению этого полета была очень сложная задача во всех аспектах. И технически сложная, и организационная сложная. И большая сложность была в том, что все это делалось в жесточайшие короткие сроки. Но понятно, что к тому времени уже развернулась полная гонка в космосе. И надо признать того, что, конечно, поддержание приоритета Советского Союза в освоении космического пространства тоже была важной задачей. Изначально ракеты не были способны запускать в космос более одного человека. Для новой космической миссии специалистам пришлось немало поработать как над костюмами космонавтов, так и над самим кораблем. Для выхода в безвоздушное пространство трехместный корабль «Восход» был переоборудован в двухместный, чтобы освободить пространство для организации входа в шлюзовую камеру. Скафандр для внекорабельной деятельности «Беркут» и шлюзовая камера «Волга» — два самых важных элементов, необходимых для выхода в космос. Их разработкой занималось конструкторское бюро опытного завода в подмосковном поселке Тамилино под руководством главного конструктора Гая Северина. Костюм «Беркут» представлял собой скафандр вентиляционного типа. Он не позволял регенерировать выдыхаемый космонавтом воздух, как это происходит в современных скафандрах. Космонавт, облаченный в скафандр «Беркут», мог находиться в открытом космосе около 20-30 минут. Шлюзовая камера в рабочем состоянии имела форму цилиндра длиной 2,5 метра. Она была надувной и располагалась снаружи корпуса корабля. До выхода на орбиту камера находилась в свернутом виде, а перед спуском на землю основная ее часть отделялась от корабля. Несмотря на то, что большая часть работы по созданию нового типа ракеты велась в Подмосковье, куйбышевские предприятия тоже внесли свой вклад в эту миссию. «Часть документации разрабатывала УКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева, а основная часть документации и само производство ракеты осуществляли здесь, в Куйбышеве. Ее осуществлял филиал номер 3 ОКБ-1 Сергея Павловича Королева, который тогда возглавлял небезызвестный Дмитрий Ильич Козлов. А завод «Прогресс» как раз изготавливал эту ракету по тем чертежам, которые ему были предоставлены». После окончания подготовки свершился долгожданный старт. Когда корабль совершил первый виток вокруг Земли, была надута шлюзовая камера. На втором витке начался выход Алексея Леонова в космос. Выход не обошелся без нештатных ситуаций. Из-за разницы давления скафандр раздулся. Это препятствовало возвращению космонавта в шлюзовую камеру. Алексею Леонову пришлось пойти на риск. Он начал стравливать в скафандре давление почти до критического. Кроме того, вопреки инструкции, космонавту пришлось входить в шлюзовую камеру головой вперед, а чтобы закрыть за собой двери люка, переворачиваться в тесном пространстве. Всего Алексей Леонов провел в открытом космосе 12 минут, а общая продолжительность полета «Восход-2» составила одни сутки, два часа, две минуты. Трудности преследовали космонавтов даже после возвращения на Землю. Отказала автоматическая система ориентации корабля, и посадка проводилась вручную. Экипаж приземлился вдали от расчетного района, в 180 километров севернее Перми, вдали от населенных пунктов. Космонавты были обнаружены через четыре часа в тайге, но из-за глубокого снега эвакуировать их смогли только спустя двое суток. Хорошо подготовленным космонавтам удалось справиться со всеми трудностями. Их имена навсегда увековечены в истории освоения космического пространства. Александра Гусева, Игорь Казановский, События.